На выставку фотографии родного города Очарования Наталья Агейченкова принесла 15 работ. Здесь и портреты, и пейзажи, и городские зарисовки. Теперь их могут увидеть самарцы и гости города. Впервые Наталья увлеклась фотографией еще в школе и жалеет, что сейчас пленку заменила цифра. В темноте этот красный свет, муж все время ругался, эти щипчики, эти корыточки. И когда вот эта пленка у нас сушилась, самое главное было, чтобы ни в коем случае никто не зашел и не посмотрел до того, как это все будет закончено. А сейчас быстрее щелкнешь и быстрее надо показать. Быстрее, быстрее, быстрее покажи. Но когда фото настоящее, когда сделано оно со всеми выдержанными вот этими моментами, конечно оно вкуснее. Фотоконкурс родного города Очарования проходит впервые. Его приурочили ко дню города и дню пожилого человека. Организатором выступил департамент опеки и попечительства. Члены жюри оценили более 200 работ и выбрали 30 лучших фотографий. Победителям и лауреатам фотоконкурса вручили дипломы в шести номинациях – от портрета до пейзажа. Нам было любопытно узнать именно взгляд на Самару людьми старших поколений. Удивительная получилась выставка, очень интересная, насыщенная и эмоциональная. Где каждая работа сквозит особым отношением к Самаре, любовью. Выставку фотографий можно увидеть в течение октября во Дворце ветеранов. Вход бесплатный через QR-код. Затем работы авторов серебряного возраста планируют размещать в городских школах. Кроме этого, фотографии можно будет увидеть в интернете на сайте Дворца ветеранов. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.